Всем привет, я Алексей Загребельный, вы находитесь на моем канале и мы продолжаем серию мастер-классов по созданию кочки. Вы не ослышали, сегодня я произношу слово кочка, поскольку с рецептами от компании ИДЕЙ мы уже закончили, мы уже не можем называть наши продукты вабикусой, и сегодня мы поговорим про рецепт от Натальи Романович. У меня весьма неоднозначное отношение к данному рецепту, дело в том, что в 2008 году Наталья была на мастер-классе в галерее ИДЕЙ, который проводил Такаши Амана, и по завершению мастер-класса Амана произвел презентацию вабикусы, и всем участникам мастер-класса он раздал вабикусы, которые они увезли с собой домой, в том числе и Наталья Романович. Но проблема в том, что Наталья потом написала статью про вабикусу, и статья была не по той вабикусе, которую она привезла с собой, а, скажем так, фантазии и домыслы на тему, что такое вабикуса. То есть, имея на руках настоящую вабикусу от компании ИДЕЙ, Наталья решила написать, что вабикуса похожа на Кокедаму, а значит, она и должна делаться, скорее всего, как Кокедама, а, соответственно, она должна состоять из Акадамы и черного торфа Кета, а черный торф Кета мы не нашли, соответственно, его найти в продаже очень сложно, он дорогой, и давайте-ка мы его заменим на смесь верхового торфа и глины. Знаете, такая замена, это все равно, что мармелад заменить на пластилин. Вот честно скажу, оно рядом, в общем-то, не стояло. Я тогда поддержал эту идею с глиной, только потому, что решил, что это, ну, такая будет фишка славянской рецептуры Кокедама вабикус, что, мол, типа глина, да, ну, никто не использует, мы будем, вот, а вдруг это будет лучше, чем, собственно говоря, исходный, там, торф Кета со своими, там, прибамбасами. Вот, и закончилось это тем, что подобные эксперименты вылились в 400 Кокедам, на основе которых я ставил опыты с глинами, 7 глин, это красная, белая, розовая, желтая, голубая, черная, зеленая, вот, то есть, там, просто АТАС и еще несколько групп растений, каждый из которых надо было на каждой глине проверить, там, ушло денег, там, ну, что-то более 40 тысяч рублей на закупку растений, компонентов, это вообще просто жесть была, вот, и протестировалось на протяжении года, год это жить в таком помещении, где у тебя все просто везде кругом заставлено Кокедамами, вот, что касается Вабикус, то я не рискнул попробовать сперва вот этот именно рецепт, который я покажу сегодня, я несколько отклонился, там, от рецептуры, вот, в дальнейшем, в отдельных мастер-классах я покажу, что да как я сделал лично, вот, и к данному рецепту я вернулся уже, опробовав, там, кучу других, я могу сказать, что по отношению к ним данный рецепт хуже, на нем хуже растут растения, они более угнетенные, и это, в общем-то, понятно, поскольку используется глина, и глина замешана напрямую в грунт. Дело в том, что болотные растения, которые, в общем-то, часть из которых и представлены в роли аквариумных у нас на рынке, они не встречаются в природе с углинками или глинами, вот, для них это грунт чужеродный, и для них это грунт необычный, и он слишком плотный для их корневой системы, и расти в таких грунтах растениям весьма и весьма сложно. Но, раз уж я обещал показать рецептуры, существующие в мире, да, по созданию вабикус и кочек, то давайте уж приступим. Значит, для сегодняшнего мастер-класса нам понадобится тара, в которой мы будем замешивать, собственно говоря, субстрат, нам понадобится верховую торт, нам понадобится гранулированный грунт для бонсай Акадама, нам понадобится черная глина, нитки, нитки под цвет сфагнума, нам понадобится, собственно говоря, сфагнум для покрытия нашей кучки, некая мерная емкость, чтобы отмерять части, одинаковые части грунта, вот, ножнички, пинцеты, все по вкусу, и, собственно говоря, растения для посадки. Ну что, поехали? Нам потребуется 3 части Акадама, отмеряем, я буду делать половинную дозу, то есть, собственно говоря, мерить не 3 части, а вот 1,5 таких стакана, мне еще останется прилично грунтом после приготовления. 3 части верхового торта, повторяю, классма, очень хороший субстрат, так, готово, и 2 части глины, соответственно, в моем случае, это 1 пакетик из 2, останется добавить воду, из личного опыта, это 2 части воды, предварительно грудь, перед добавкой воды, перемешаем, чтобы он получился однородный, так нам проще будет замешать субстрат, уже после добавки воды, и так отмеряем, и так отмеряем, вот такая вот кочка у нас получилась в итоге, теперь нам ее необходимо покрыть с вагом, почему я не добавляю сюда камушки, ну, по нескольким причинам, во-первых, в оригинальном рецепте Натальи Романовича камушки отсутствовали, соответственно, грузилов никаких нет, а во-вторых, грунт достаточно плотный, и получившаяся у бикуса будет весьма тяжелая, она будет тонуть сразу, поэтому в камнях, в грузиках нет ровным счетом никакого смысла, выложим основу, сфагнуваю, слишком толстый слой, сфагнуваю, нам в принципе не нужен, мы не кокедаму делаем, так, дальше, обкладываем, подвину немножко, чтобы было виднее, по поверхности, вот так вот, переходил немножко, сфагнув, новозеландский, тут гяка-кокозяка, подавится так, поехали, так, теперь необходимо уплотнить и зафиксировать нитями, посмотрим, нет ли никаких тут, вот тут пробелы, так, убираем их, фиксируем, закладываем, а то потом начнет у нас такая лобикуса на весь аквариум, простите, кочка, на весь аквариум пылить, так, ну что ж, начинаем оплетать, оплетать мы будем, вот такими серыми нитями, под цвет сфагнув, сразу скажу, вы можете, конечно, сделать это все леской, но тогда, у вас проект получится дороже, значительно дороже, то есть 70 рублей отдать за вот такой вот большой моток ниток, вот, либо порядка 300 рублей за моток лески, даже если окрасится в дальнейшем сфагнум от грунта, а он имеет такую особенность, вот, то нитки тоже окрасятся, главное зафиксировать нескольких витков, и дальше все пойдет как по маслу, легко и непринужденно, сильная утяжка, как в случае с кокедамой, нам не нужна, все блоги, как в случае сфагнум, такое блоги, такое блоги, как в случае сфагнум, это очень легко, как в случае сфагнум, то есть все justice, так, поэтому, и, 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 этого достаточно так фиксируем нить ну и как случае со всеми кочками удаляем торчащие побеги ополаскиваем под краном вот она итоговая кочка не все так просто с этим рецептом еще и потому что он был принят за основу рецепта кокедама и появились такие флористы которые решили сэкономить и заработать на этом еще больше денег заменив акадаму дешевым цветочным грунтом а наши горе аквариумисты которые производят кочки на продажу и наши горе акваблогеры которые решили поделиться таким дешевым рецептом со своими подписчиками взяли его на вооружение применение цветочного грунта в аквариуме это отдельная тема по ней писал статьи слава юдаков и если вы почитаете то вы узнаете что это весьма рискованный способ который не для новичков а для продвинутых аквариумистов поскольку очень высок риск закисание затухания земли в аквариум за счет добавок биогумуса в составе поэтому кочки на основе субстрата цветочного любого замешано с глины не замешан с глины не важно это очень очень рискованный эксперимент это рулетка где тебе может повезти и у тебя небольшая кочка и все обойдется либо тебе может крупно не повезти ты будешь бороться с бактериальными соплями которые будут постоянно расти на этой кочке ты будешь бороться с переукоренением растений которые будут отгнивать свою корневую систему затуханием грунта появлением водорослей потому что богатые гумусом грунты и они фонят соответственно органикой воду вот поэтому я не буду показывать процесс посадки растений на эту кочку он идентичен абсолютно предыдущим мастер-классом возьмите любой там допустим тот же самый мастер-класс там с вабикусой 1 по тентуомана и можете спокойно также прикрепить скобками хотите сеткой хотите еще каким-то способом закрепить растение на ее поверхности но предупреждаю что в такой рецептуре растения растут хуже вот особенно хуже растут те же самые кустовые потому что если еще длинности белька способна получать основное питание из воды то кустовым растениям деваться здесь некуда ну вот если вы еще и плотно утяните помимо глины нитями то вы получите вообще очень плотный субстрат в котором криптогарином например очень плохо и сложно будет расти поэтому я предлагаю вам ознакомиться с той рецептурой которую применял лично я либо сделать кочки по любому из предыдущих рецептов допустим с верховым торфом кочки созданы по такой рецептуре у меня просуществовали на протяжении двух с половиной лет и мне было с чем сравнивать то есть уровень и степень роста растений он очень сильно отличался в не лучшую сторону вот лично для себя я таких кочек больше делать не буду но я должен был показать вам рецепт и рассказать о том как он появился да и во что он превратился вот во что он превратился вы можете сейчас наблюдать на рынке на том же самом птичьем любую из кочек возьмите мало того что в некоторых случаях там теперь уже и грунт земляной не добавляют а добавляют исключительно чистую глину причем там чуть ли не четырех разных сортов и рекламируют что это вообще чуть ли не мертвого поднимет такая офигительная глина что прямо хоть ешь ее ложками я бы не велся на такие рекламные акции со стороны продавцов птичьего рынка но вместе с тем она есть она создана ну и я с вами прощаюсь всем пока подпишитесь и 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